Триумфальный выход Кейт Миддлтон. Абсолютный эксклюзив на канале. Принц Гарри кусает локти. Атака на королевский дворец. Есть арестованы. О чем герцог Сасакски умолял принца Уильяма? Смотрите на канале Дочи Ньюс. Добро пожаловать на канал. Меня зовут Альбина. Приветствую вас, уважаемые друзья. Не забывайте, пожалуйста, о лайках, подписке. Спасибо вам. И давайте поскорее начнем. Вчера я рассказывала вам о том, что принц Гарри хочет, чтобы его дети общались со своими родственниками в Великобритании. Гарри хочет, чтобы Арчи Харрисон и Лили Бедяна дружили со своими братьями и сестрой Джорджем, Шарлоттой и Луи. Эту информацию предоставил друг семьи Сасакских американскому журналу. Сегодня у этой статьи появились обновления. Волнующие обновления. Инсайдер утверждает, герцог Сасакски звонил своему брату Уильяму, чтобы попросить его организовать виртуальную встречу. Через Zoom он хотел познакомить детей. Судя по всему, Уильям согласился. Внимание, цитата инсайдера. Гарри и Меган делают все возможное, чтобы сделать мир лучше. И считают неправильным лишать своих детей возможности познакомиться со своими двоюродными братьями. Очевидно, что это сложно из-за фактора расстояния, поэтому Гарри любезно организовал специальный звонок в Zoom с принцем Уильямом, чтобы двоюродные братья могли увидеть друг друга. Вот это новости, уважаемые друзья. Одна краше другой. Неужели принц Гарри взялся за ум и вдруг раздобрел и позвонил своему старшему брату, наследнику престола, с которым он так рьяно поругался из-за своей жены? А теперь он пошел на попятную и хочет мира ради детей. Неужели Гарри действительно изменился? Или таблоиды вместе с инсайдером круто привирают? Как вы считаете? Обязательно пишите. Кроме этого, все это смахивает на определенную популяризацию сасекских. Мол, посмотрите, какие они хорошие, любят и ценят своих родственников в Великобритании. Одним словом, мутная история. Напишите, верите вы или нет? Я – нет. Арчи Харрисон еще довольно мал. Лилибит совсем крошка. Не верится, что Меган Маркл способна на такие уступки совсем еще маленьким детям, которые ничего пока не понимают, что они теряют, а что нет. Она слишком эгоистична и имеет слишком большое влияние на мужа. В общем, я не особо в это верю, что эти двое могли звонить принцу Уильяму с такими просьбами и что тот согласился. И, пожалуйста, уважаемые зрители, у меня к вам просьба. Вчера под видео было много злых комментариев, которые задевали детей сасекских. Я прошу вас помнить, что Лилибит Диана и Арчи Харрисон ни в чем не виноваты. Пожалуйста, будьте добрее. Ну а злые комментарии портят ауру канала. Заранее хочу отблагодарить вас за понимание. А мы переходим к следующей теме. Спустя несколько часов после официального объявления о том, что герцогиня Кембриджская стала покровительницей футбольной лиги регби и союза регби, Кейт Миддлтон отправляется на стадион Твикинхем в Лондоне, чтобы принять участие в тренировке. Новость появилась во время монтировки ролика. Великолепная, сияющая, невероятно счастливая Кэтрин в официальной форме английского союза по регби появилась среди спортсменов. Для тех, кто не в курсе, небольшая справка. Ранее покровителем английского союза регби был принц Гарри. Этот патронат был отобран у него, когда сасекские приняли беспрецедентное решение покинуть королевскую семью в 2020 году. Но вернемся к теме. Из интервью Пипы Миддлтон мы знаем, что регби имеет очень большое значение для всей семьи Миддлтонов, особенно для папы Кэтрин Майкла. Так что это назначение наверняка осчастливило всю семью. По фотографиям и видео видно, Кейт Миддлтон в своей тихии. Она приняла живое участие в тренировке и даже забила гол. Она также познакомилась с игроками и руководством клуба, продемонстрировала свои навыки игры с мячом. Герцогиня Кембриджская приняла участие в простых упражнениях по броскам и ловле. Ее высочество не побоялось вступить в небольшую схватку, за что была поднята вверх игроками под шквал аплодисментов и смех. Во время визита Кейт также поговорила с участниками сборной Англии об их первом матче шести наций против Шотландии в субботу. Этот выход не оставил поклонников ПКС равнодушными. Тысячи восторженных комментариев под статьей в социальных сетях можно увидеть прямо сейчас. Газета Daily Mail и вовсе скандировала в своей публикации. Да здравствует королева Кейт! Что ж, мы присоединяемся и поддерживаем. Пишите и вы мнение. Поздравляем Кейт с этой ролью, она как будто создана для нее. Кэтрин выглядела счастливой, согласны, уважаемые друзья. Выставка Экспо 2020 в Дубае, где должен появиться принц Уильям, официально открыта. И первый член королевской семьи уже успел выступить и представить публике инновационный проект своей страны. Речь идет о крон принцессе Виктории из Швеции. Она появилась на выставке виртуально. Речь шла о глобальном кризисе здравоохранения и об исследованиях, проводимых шведами в последние два года. Принцесса также поделилась своими надеждами на скорое восстановление мира после коронавируса. В той же Швеции был арестован мужчина, гражданин России, предположительно за то, что он поднял дрон над охраняемым королевским дворцом в Стокгольме. Задержание было проведено по наводке неизвестного лица. Однако прокуратура Швеции отпустила мужчину два дня спустя, хотя и с приставкой все еще под подозрением. Оставим Швецию в покое и отправимся в Нидерланды. Там король Вильям Александр и королева Максима отмечают сегодня годовщину свадьбы. Пара сыграла свадьбу 20 лет назад. Наши искренние поздравления. Присоединяйтесь и вы, уважаемые зрители! На этом все, уважаемые зрители! Я с вами прощаюсь. Не забывайте комментировать новости из ролика. Буду благодарна. Не забывайте про лайки, а также особая благодарность тем, кто подписывается и жмет колокольчик. Пока-пока, до новых встреч! С вами была Альбина, а материал подготовила Карина.